Всем привет, дорогие любители техники! Сегодня мы с вами будем смотреть игровые ноутбуки серии TUF от компании ASUS. Это у нас FX504, есть FX505 и это FX705 на 17 дюймов. Давайте на них смотреть. Вперед! Что же такое за линейка TUF? Это аббревиатура от The Ultimate Force. Это сравнительно недорогие игровые ноутбуки с картами NVIDIA GTX 1050, 1050 Ti и 1060. Здесь у нас есть две версии ноутбука. Это FX705 на 17,3 дюйма. Здесь экран. Он бывает в разных комплектациях, как и любой ноутбук. Есть куча комплектаций. Здесь уже по оснащению выбираешь сам. Смотрим сегодня по экстерьеру. Будем тестировать 705 модельку на игры. Я сюда все установил. Посмотрим, какой счетчик FPS выдает. Это у нас моделька на 15,6 дюйма. Для наглядности на сайте ASUS они в принципе все представлены. 705 на 17,3 дюйма и две модели на 15,6 дюйма. Моделька FX705, она бывает с i5 процессором 8300. Это как раз он у нас сегодня и бывает с i7 8750. Чтобы легче было усваивать информацию, я наверное сейчас дам вот такие стоп-кадры, которые вы можете остановить, посмотреть. Это комплектации, какие бывают. Что можно выбрать по характеристикам. Потому что ноутбуки начинаются от 1000 долларов. Это довольно-таки доступное решение для геймера. Но во-первых, здесь ты получаешь видеокарту, которая у тебя конечно не потянет. Последние игрушки на ультра настройках, сами понимаете. 1050, 1050 и 1060. И начинается все с ценников в 1000 долларов. Дальше уже там разбивка громаднейше идет. Потому что комплектации дофига бывает. Так, к примеру, вот в 17 дюймах сегодня у нас стоит 16 гигабайт памяти, i5 процессор и видеокарта 1050 Ti. Немаловажно. Дисплей. Бывают версии на 60 Гц и на 144. У меня сегодня в 17 дюймах 60 Гц дисплей Full HD. Есть такой же, но комплектация побогаче. И здесь будет 144 Гц. С одной стороны, можно подумать, что здесь 1050 Ti стоит и не вывезет. Но такие дисплей делают. Да. И, конечно, не под все последние супер-мега-навороченные игрушки. Но, блин, 144 Гц, конечно, решает. К примеру, в 504 модели, которая у нас здесь стоит 15,6 дюйма, они бывают либо на 60 Гц, либо на 120. У нас сегодня 60. К примеру, 504 модель, она бывает в разном дизайне. Это тоже можно проверить на сайте. Вот разный дизайн задней крышки. Еще есть главная фишка этих всех ноутбуков. Все ноутбуки серии TUF, они прошли тест на прочность по американскому военно-промышленному стандарту. Корпус, по крайней мере, здесь надежный, но убивать я, конечно, сейчас не буду. 705 модель, она есть в цвете Gold Steel и Red Matter. Красный можно всегда узнать по красной окантовке дисплея. Насчет подсветки регулируется все это через TUF Aura Core. И здесь у нас скалатура называется HyperStrike. Она оборудована технологией Overstroke. Она обеспечивает ускоренные сарбатные клавиши. Внутри установлены два вентилятора. Снизу засасывается воздух, соответственно, продувается. И сзади у нас за дисплеем все это дело выдувается. По экстерьеру давайте пока, наверное, 504 отложим. Вот именно 705 возьмем самую большую. Задняя крышка у нас металлическая, прохладная, хорошая. Надпись ASUS. Здесь у нас индикаторы не закрываются. Как можно видеть, они у нас мигают как раз. Что нам дает понять, работает ли у нас компьютер или не работает. Можно использовать как, можно сказать, системный блок. Открывание одной рукой. Сами видели. То есть, соответственно, подрубаешь питание, подрубаешь сам монитор. И ноут закрываешь, ставишь и играешь на мониторе. Так тоже, конечно, можно. Дисплей, как уже говорил, в Full HD. И здесь у нас используется окантовочка такая, называется NanoEdge. То есть, более или менее тоненькие рамочки. Ну, сами посмотрите и зацените. Ну, как по мне, выглядит вот именно, ну, реально, более-менее тоненькие рамочки. Прикольно. Ну, по крайней мере, с этой заставочкой так вообще круто. Это у нас IPS. И ваше внимание на такую деталь, что вот эта вот 504 моделька, она, как бы, уже, можно сказать, предыдущая. И смотрите, в чем прикол именно 705 модели. Как уже говорил, здесь рамки NanoEdge получаются. Видите, они минимальные. И разница у них в диагонали 17,3 дюйма и 15,6. Ну, из-за того, что здесь рамки немножко потолще, здесь, как бы, получается, практически корпус вот этого ноутбука, ну, экран, намного больше. Смотрите. То есть, вот у нас разница ноутбуков. Смотрите, вообще, прям, то, что здесь просто здесь сантиметр, наверное. Вот это вот 15,6, а это уже 17,3. И это выгода как раз из-за этих маленьких рамок. Вот он, в чем прикол. Вот это круто. Выделенная комбинация WASD. Таким образом, у нас сразу глаз цепляется за эти клавиши. И это означает, что здесь дизайн сделан ближе к геймерам. Потому что более агрессивные формы. Интересный дизайн. Сейчас я вам поверну на свет, посмотрите. Эта часть у нас идет уже пластмассовая. Здесь, смотрите, идет текстура сюда, идет отсюда текстура. Здесь, опять же, она повторяется, как на той стороне. Плюс аббревиатура. ТАФ Гейминг. The Ultimate Force Gaming. Это отдельная линейка устройств ASUS. Туда входит и периферия, и аксессуары для геймеров, пожалуйста. Более-менее доступные, потому что ноутбуки начинаются, напомню, от 1000 долларов. Это, ну, примерно, там, от 60 тысяч рублей. Дизайн клаватуры, зацените. Все в лучших традициях, можно сказать, рога. И мне очень понравилось, что они тихие. Послушайте. Они очень тихие. И играться даже ночью, когда у тебя, к примеру, все дома спят, это просто одно удовольствие. Конечно, подсветку можно сделать 16 миллионами цветов. Разные цветовые волны, дыхание, статичный цвет. Как тебе нравится? Ну, мне, конечно, как всегда, больше нравится, когда она постоянно меняется. Здесь находятся у нас радиаторы. И, соответственно, выдув с одной и с другой стороны. Сейчас специально выключил, чтобы вам показать, насколько быстро он включается. Здесь стоит SSD на 128 гигабайт. Ну, и, соответственно, сейчас посмотрим, за сколько загружается винда. Насколько он будет готов к работе. Все, он выключен, клавишу включения нажимаем, она у нас продавливается, загорается красненьким индикатором. Ну, и, напомню, здесь у нас индикатор работы. Посмотрим, насколько быстро он закроется. Все в прямом эфире происходит. Здесь у нас есть функциональный клавиш, который у нас... О, довольно-таки быстро. А ну-ка, сейчас Welcome. Сейчас два раза нажму Enter. Все, он готов. Это было очень быстро. Окей. В следующих баталиях есть несколько режимов работы вентилятора. Их три. Нажимаем Fn, нажимаем F5. У нас есть, ну, такой баланс. Это средний режим работы. Есть overboost, когда вентиляторы включаются на максимум. Вот такие вот блоки питания идут с ними. Ну, довольно-таки миниатюрные. Смотрите, полностью помещается в руку. По подключениям это адаптер питания, LAN, HDMI, USB 2.0 и 3, USB 3.1. И выход спаренные наушники и вход микрофона. Слева и справа, снизу находятся здесь динамики. Я буду использовать для игры мышку Spata от Asus. Тоже подцепляемся сюда в USB. О, готово. На что способен этот компьютер. Здесь 1050 Ti стоит. И i5-й процессор. И 16 гигабайт оперативной памяти. Напомню, что можно купить версию, либо расширить до 32 гигабайт оперативной памяти. Поддерживается. И максимально здесь карточка 1060 может стоять. Да, конечно, забыл упомянуть, что здесь у нас при подключении наушников работает профиль DTS Headphone X. Здесь виртуальный 7.1 звук. Еще раз вам предлагаю заценить тишину. Кулатура очень комфортная. Прям реально ништяк. Прям, ну, 10 баллов из 10. Что еще, что еще? Нампад поместился полноценный, но немножко ужатый. И клавиши, смотрите, как у нас вверх-вниз заехал как раз на нампад. Ну, выглядит интересно. Конечно, не всегда используется в играх. Все основное это вот здесь вот. Запускаем ГТАЖ к пятой. Настройки графики у нас тут идет Full HD 60 Гц. Вся синхронизация у нас выключена. Населенность города полная. Очень высокие настройки везде стоят. У нас выключены везде синхронизации. Мы получаем, ну, конечно, игрушка не новая, но мы получаем играбельные, ну, сейчас вот, 50, 46 кадров в секунду. Уже в процессе игры я могу регулировать вентиляторы, могу сделать Silent, балансированный, либо Overboost режим. Запускаем Assassin's Creed Odyssey. Настройки все стоят на средних. Все-все-все на средних стоят. На средних настройках с выключенной всевозможной синхронизацией мы получаем 30-40 кадров в секунду. Ну, я, соответственно, показываю вам вот так вот, прям на дисплее. В режиме реального времени, чтобы не напрягать больше компьютер записями. GPU у нас работает практически на 100%. Температура сейчас 79. Проц у нас температура 86. Ну, и сзади работает у нас сейчас максимальный режим. Конечно, сзади, да, жара пошла. Но все вполне играбельно. Средние настройки. Игрушка последняя. Ну, одна из последних. Если кого-то интересует тесты 3DMark, то данный компьютер в данной комплектации набирает 2509 очков. И сравнение в онлайне выглядит вот так вот. То есть до полноценного игрового PC, по мнению 3DMark, не дотягивает. Но достаточно для того, чтобы запускать все последние игрушки на средних настройках. Не знаю зачем, но до сих пор тестирую на Counter-Strike Global Offensive. И максимальные настройки у нас набирают 120-130, ну, 130 кадров в секунду. Ну, это так, это классика жанра. Ну, вот, просадка до 90. Понятное дело, что собрать ПК для игр с такими настройками можно намного дешевле, но здесь ты получаешь готовое портативное решение, которое упаковано в маленький корпус, который можешь всегда взять с собой, просто подцепить в сеть и играть. Все. Что еще нужно? Цены от 1000 долларов. Что немаловажно, это экстерьер, дизайн. Потому что от дизайна зависит, да, тоже многое. И даже, наверное, решение о покупке. Потому что мало того, что тебе, конечно, важно, что находится внутри, какие у тебя настройки графики будут вообще для игрушек, то также важен и экстерьер, как он выглядит. Да, все сделано для геймеров, потому что здесь клатуры с подсветками меняются. 16-миллион цветов, все настраивается. Плюс агрессивный дизайн. По крайней мере, вот в 504-й модели можно выбрать еще и дизайн задней крышки. Они есть разные. Посмотрите на сайте. Папка у нас на ультрах, вся синхронизация выключена. И давайте начинаем. Окей. Так, ну в полете получаем 25-30. Ну на земле получается, вот там минимально 30 было. 38-35. Делаем настройки высокие и получаем 50-40. С просадки до 40. Вот это уже другое дело. Ну, в принципе, на высоких настройках 50, просадки до 40. Обеспечено. Вполне себе играбельно. Если еще немножко опустимся. Ну, смысла большого нет на среднем было опускаться, потому что все то же самое. Но, в принципе, максимум. Это, получается, высокие настройки в папке. И мы получаем 50 кадров с просадками до 40. Пока. Вес 2,6 килограмма, но поистине могу считать его идеальным ноутбуком для PUBG. Ребята, если хотите посмотреть, почитать подробнее про вот эти доступные геймерские ноутбуки, я вам ссылку на официальный сайт Asus оставлю в описании. Переходите, смотрите, читайте, выбирайте комплектации, что вам больше нравится, ознакомливайтесь. Так что ищите в описании. С основой линейкой, все довольно таки понравилось, 18 дюймов, хорошая, здоровая машина, классная подсветочка, клавиатура, мне такая нравится и выделенные клавиши. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих ноутбуков, давайте свое мнение высказывайте внизу, погнали. Хочу вам еще раз сказать спасибо большое, что досмотрели видео до конца, оставайтесь со мной, увидимся с вами в новых роликах, пока ребят, бау. Так а Редактор субтитров А.Семкин